Маньяк Юрий Цуман Таганрокский маньяк Юрий Цуман с 1992 года отбывает свой пожизненный срок в тюрьме Черный Дельфин. Совершив циничное убийство, он в итоге признался об этом следователем, пытаясь как-то очистить душу, рассказав полностью до деталей как совершал преступление. В 2011 году Цуман безуспешно пытался оспорить замену смертной казни пожизненным лишением свободы в Верховном суде Российской Федерации, считая заключение в тюрьму ухудшением своего положения. Возможно так и есть, не найдя свое место в свободной жизни еще молодым, он до сих пор не может свыкнуться с тюремными застаньками. Маньяку как оказалось, нигде нет места. Он никогда не ощущал себя востребованным жизнью. Мы же расскажем о той его жизни, когда еще можно было избежать всего того зла, который он причинил людям. Когда подходила к концу бесконечная череда преступлений ростовского маньяка Чикатило и вершилось правосудие над ним, раскручивался мрачный клубок чудовищных злодеяний в еще одном городе на Донской земле, Таганроге. Там появился преемник Чикатило, нареченный впоследствии черноколготочником, за свой фетиш, черные женские колготки, которые он оставлял на телах жертв. По удивительному стечению обстоятельств Таганрогский маньяк Юрий Цуман был разоблачен вскоре после оглашения приговора Андрея Чикатило. В его поимке принимали участие те же работники правоохранительных органов, что разрабатывали операцию Лесополоса, а психологический анализ личности Таганрогского душителя провел уже известный всей стране психиатр Александр Бухановский. Юрий Цуман родился в город Таганроге в 1969 году в семье рабочих младшим из двоих сыновей. Мать, 1940 года рождения, имела образование 8 классов, часто болела, в течение 5 лет, 1976-1981 годы ГГ, получила последовательно 2, а затем 3 группы инвалидности по сердечно-сосудистому заболеванию, страдала ожирением. После смерти мужа, 1986 граммов, и своей матери, 1987 граммов, длительное время находилась в депрессии, на фоне которой в 1988 году возникло нарушение мозгового кровообращения, сопровождавшееся порезом лицевого нерва. Знакомые, вхожие в дом семьи Цуман утверждали, что оба сына были обделены любовью матери, детей она не очень любила. Всегда жила одним днем, не думала о будущем, была строга к детям, за порядком в доме не следила. Отец, 1925 год рождения, работал шофером. В годы Великой Отечественной войны был контужен, в послевоенное время стал раздражительным, возбудимым, вспыльчивым, порой жестоким к детям. Многие годы злоупотреблял спиртным, страдал алкоголизмом, наблюдались признаки утренней абстиненции, головные боли, подавленность, тревожность, психофизический дискомфорт, тошноты, рвоты. Страдал гипертонической болезнью, от которой и умер в 1986 году в возрасте 61 года. Мать-алкоголичка после смерти мужа мать Юрия Цумана все чаще стала злоупотреблять алкогольными напитками, преимущественно самогоном, который сама же и гнала. Бывали у нее и запои. Имела несколько сожителей, которых приводила в квартиру. Впрочем, надо отметить, что изменять своему мужу она начала за долго до его смерти. Преимущественно ее любовниками были такие же алкоголики как она сама. Один из ее воздыхателей даже лечился от алкоголизма в ЛТП. Нередко из-за распущенности матери в семье возникали ссоры. На момент рождения Юрия Цумана матери было 29 лет, отцу, 44 года. Со слов матери, в конце беременности у нее отмечалась отечность. Роды на несколько дней преждевременные, травматичные, с механической стимуляцией. Воды отошли рано, по дороге в роддом. Ребенок родился с обвитием пуповины, в асфиксии, с гематомой лица в области левого глаза. Груди новорожденного приложили на третьи сутки. В младенчестве у Юры отмечались нарушения сна, днем сонливость, ночью малыш был беспокоен, а также умеренная гипервозбудимость. Ходить Юра начал в 9 месяцев, говорить отдельные слова, в 12. В дошкольном возрасте картавил, в детстве часто попадал в травматичные ситуации, однажды на него падал шкаф, в другой раз он чуть не утонул, потом падал в погреб и тому подобное, но никакого урона здоровью эти инциденты не нанесли. Со слов матери, брата и самого Цумана, семья, включавшая мать, отца, двух братьев и бабушку Полине отца жила очень бедно, но честно. И, конечно же, этот факт неоднократно подчеркивался в разговорах с детьми, особенно если те просили что-нибудь им купить или побаловать. Круг интересов у родителей был довольно узким, тяжелая работа и быть почти ни на что не оставляли времени. Родители любили выпить, воспитанием детей больше занималась мать. Страх наказания раннее детства Цумана прошло в условиях недостаточного удовлетворения потребностей в общении с родителями, и Юра подолгу жил у бабушки и дедушки в селе, а в те периоды, когда находился дома, родители, занятые работой и домашними делами, не располагали достаточным временем для общения с ним и братом. С братом особо теплых и близких отношений не сложилось. Сам Цуман рассказал, что детство прошло под знаком постоянного страха наказания. Особенно боялся отца, избивавшего его за любую провинность. Неоднократно наказывался и матерью, которая также его била и угрожала повесить или задушить веревкой из-за непослушания. Посещал детский сад, был тщедушным, серьезными заболеваниями не болел, черепно-мозговых травм не было, у психиатров или невропатологов не обследовался. С детства был обидчив, раним, робок, отчего старался избегать конфликтов и драг. Со слов брата, с детства отличался обидчивостью, обиды помнил долго, и хотя не мстил, но обидчиков избегал и добра им никогда уже не делал. Мать требовала беспрекословного подчинения, даже в мелочах, в том числе и когда дети повзрослели. Основной методикой воспитания у полуграмотной женщины являлись нотации, угрозы, запреты, в том числе любимых детьми прогулок и общения со сверстниками, побои. Родители отличались жесткостью требований, порой переходящими грань жестокости. При этом отец всегда бил ремнем, на котором он правил бритву, а мать била тем, что попадет под руку, тряпкой, веревкой, палкой. Неоднократно перед битьем она пугала сына, прибью, убью. Для усиления наказания она часто угрожала детям, что все расскажет отцу и он ими займется. В качестве примера такого воспитания может служить такой случай, когда Юра был еще маленьким. Однажды он увидел, как одна девочка ела мороженое. Он начал просить мать, чтобы она ему тоже купила мороженое. Тон голоса и настойчивость мальчика не понравились матери. Пообещав ему, что даст деньги на мороженое дома, она обманом успокоила его и привела домой, где сильно побила ремнем, а потом еще поставила в угол. На следующий день в подобной ситуации малыш уже не просил мороженого, а забежав перед матерью, начал подобострастно повторять, у мамы будет денежка и она тогда купит нам мороженое. Это говорилось таким заискивающим голосом, что мать из жалости тут же выполнила его невысказанную просьбу. Со слов матери, в детстве Юрий был весьма привязан к животным, собаки, кошки, попугайчик. Это также являлось предметом наказания. Так, однажды мать пригрозила, что если он не будет ее слушаться, она выгонит его любимую собачку, что вскоре сделала, будучи человеком слова. Боя зняться отец, подчеркивая свою честность, учил ответственности, зарабатывать честным путем, чтобы лжи не было. В воспоминаниях самого Цумана наиболее ярким событием детства остался один из дней рождения, когда собравшиеся взрослые принесли ему подарки. Когда же он потратил подаренные ему на день рождения 25 рублей, накупив различных мелочей, отец, имевший на эти деньги другие планы, избил сына ремнем. Мальчик всегда боялся отца. Тот был очень жестким человеком, сильно подавлял сына. Часто в приказном тоне требовал, иди сюда, и при этом похлопывал себя рукой по ноге, как будто подзывая собаку. Юра не мог в такой ситуации ослушаться, позднее Цумань говорил, что все детство прошло при постоянном чувстве страха наказания, подчеркивал, что всегда испытывал по отношению к родителям не любовь или уважение, а именно страх. При разговоре на эту тему даже будучи взрослым всегда нервничал, расстраивался, на глазах появлялись слезы, и я только и помню в детстве ремень, гоняли все время. Говорил, что хотел бы иметь детей, которых никогда бы не наказывал, не бил бы вообще и не навязывал бы им свою точку зрения. Цуман вспоминал, что в детстве с родителями почти не общался, так как они были все время заняты, много работали, отец рано уходил, поздно приходил. А мат работала по сменам, находясь же дома, занималась домашними делами, хозяйством или отдыхала. Большую часть времени проводил во дворе. Был принят в компанию старшего брата, в который ему разрешали играть. На улице в отличие от дома и детского сада были свобода и независимость. Не смог вспомнить ни одного случая совместного с родителями времяпрепровождения, всегда на лето отправляли к бабушке в деревню, где жил постоянно в детстве. Ездил туда охотно, так как не было такой муштровки как дома и бабушка любила нас с братом. Еще одно из воспоминаний детства – бедность. Подарки и покупки в детстве делались редко. Аккуратный и застенчивый в 6,5 лет будущий маньяк-черноколготочник начал учиться в школе города Таганрога. Интереса к учебе никогда не было. Учился посредственно. Приготовление уроков и дневник жестко контролировались матерью, которая все годы входила в состав родительского комитета класса. С четвертого класса постепенно начал запускать учебу, отдавая большую часть времени дворовым компаниям. Тогда же впервые попробовал спиртное, на похоронах деда выпил небольшое количество белого портвейна, от которого вскоре крепко заснул. Родители внимания на это не обратили. Со школьного возраста испытывал трудности при знакомстве с новыми людьми. Поэтому все знакомства происходили через брата, который был намного общительнее. Комфортно чувствовал себя в привычной обстановке, среди дворовых ребят. Цуман был аккуратен, неоднократно делал замечания брату, если тот нарушал порядок расположения вещей в комнате. Будучи необязательным по отношению к другим в бытовых вопросах, к себе же всегда требовало обязательности. Не находчив, в новой обстановке адаптировался медленно. Никогда не отличался особым трудолюбием, всегда работал не спеша. В 10-11 лет по инициативе товарища совершил кражу из универмага, понравилась зажигалка. За это имел привод в инспекцию по делам несовершеннолетних, состоял там на учете. Близких товарищей так и не приобрел. В 1981 году в связи с изменением места жительства перешел в другую школу. Привыкнуть к ней новой дворовой компании так и не смог. Не чувствовал прежней непосредственности. Не мог запросто как раньше обратиться с просьбой о чем-либо или попросить на время игрушку. Тут впервые почувствовал расслоение по признаку зажиточности. Необычный подросток один из подростков из семьи с материальным достатком был заносчив, его родители неприветливы. Цуман его не любил и завидовал ему. Стал инициатором драки с ним, хотя драться не любил, драк всегда боялся и старался избегать их. Перед дракой испытывал мандраж, неприятное возбуждение, сердцебиение, дурноту. Но уж если доводили, то вступал в драку, чтобы не посрамиться. В детстве драться не мог, хватался за противника руками, как бы боролся. С пятого по восьмой класс вслед за товарищами по компании записывался в спортивные секции бокса, классической борьбы, ручного мяча. Увлечения эти были нестойкими, как правило, через пять-восемь месяцев надоедал и он их бросал. На боксе научился уклоняться от нападения. С детства увлекался рыбалкой, нравилось посещать видеосалоны. В шестых и восьмых классах прогуливал занятия, убегая с уроков в компании таких же ребят. В семи-восьми классах возник интерес к эротическим картинкам и фильмам. Тогда же при разговоре с товарищем на сексуальную тему, по предложению впервые параллельно с ним мастурбировал. Будучи неопытным, не довел мастурбацию до семи извержений и не испытал оргазма. В последующем мастурбационные манипуляции редкие, иногда в компании. Интереса к девочкам не испытывал. С пятнадцати лет у него были утренние эрекции и полюции, но без эротических сновидений. Однажды вместе с товарищами по уличной компании подглядывал за женщинами в бане, другой раз – закупающейся квартиранткой. В пятнадцати шестнадцати лет начал обращать внимание на свою внешность. Считал себя некрасивым, какой-то не такой казалась прическа. Многократно пытался ее менять, применял лак для волос. Однажды перекрасил волосы в черный цвет, но ничего в самовосприятии не изменялось. Комфортно почувствовал себя лишь после того, как сделал химическую завивку, которую в последующем повторял раз в полгода. Всю жизнь стеснялся своего тела и полностью не оголялся даже при интимной близости, оставался в рубашке. В пятнадцати лет товарищ на пляже познакомил Цумана со сверстницей. Знакомство продолжилось по ее инициативе. Довольно регулярно встречались около восьми месяцев. Провожал девушку домой после занятий танцевального кружка, который она посещала. Несколько раз вместе ходили на танцы, но танцевать не умел. Чувствовал себя крайне стесненно, неловко, не знал как пригласить девушку на танец и как себя с ней вести. Хотелось обнять, поцеловать, залезть за пазуху, под юбку, о чем слышал от своих более опытных сверстников, но мучился в связи с этим желанием, никак не мог на это решиться, чего-то боялся, не знал, как к этому отнесется она. Объяснить эту ситуацию не мог и позднее, какой-то запрет сидел внутри меня и я никак не мог его преодолеть. Курить начал с восьмого класса. В тот же период с одноклассниками вновь выпил спиртное. Тогда же выкурил сигарету с анашой, но не распробовал и более наркотики ни в каких формах не употреблял. Крутая компания в 1983 году окончил 8 классов и поступил в СПТУ на специальность столяр, где довольно быстро попал под влияние местных гопников. Испытывал что-то наподобие чувства гордости от того, что был принят в такую крутую компанию. Новые приятели были более разбитными, стреляными, имели опыт половой жизни и довольно откровенно о ней рассказывали. Нравилось их времяпрепровождение, свободное употребление спиртного, независимость, а также то, что они были отрицательными лидерами среди учащихся СПТУ. Юрий Цуман Юрий Цуман, с ними же посещал вечера, танцы и среди них чувствовал себя намного увереннее. Именно с ними у Цумана сложилась душевная компания для пьянок, быстро развилась групповая алкогольная зависимость, характерная для употребления спиртного подростками. Пить начал не потому что нравилось, скорее не нравилось. Но пили все, пил за компанию. Пили преимущественно пиво. Пили, как правило, перед занятиями в СПТУ, реже, после, почти ежедневно, одной и той же компании, в которой он никогда не был лидером, а все делал вслед за более активными ребятами. Состояние алкогольного опьянения нравилось, так как облегчало общение, делало его увереннее в себе. В начале выпивал 1-2 кружки пива, но доза быстро росла и достигла 20-25 заодно, длившееся долго, застолье. Количество выпитого спиртного стало своего рода ценностью, посчитывал число выпитых кружек, хвастался этим. Такое времяпрепровождение стало очень значимым. Кроме того, где-то услышал о том, что в одном из цирков акробаток вроде бы специально подпаивали для храбрости, после этого нашел объяснение своим выпивкам и начал говорить, что они помогают быть более смелым при общении с девушками. Конфликт в семье тогда же, где-то в 16 лет, 1985 год, за год до смерти отца, впервые выразил протест против жестких требований отца, запрещавшего гулять после 9 часов вечера. Во время скандала отец заявил, что пока Юрий кормится за счет родителей он будет делать то, что скажет отец. В знак протеста тот заявил, что будет питаться самостоятельно, и прекратил отдавать родителям 30 рублей стипендии. Те приняли его в вызов и отлучили от стола и хозяйства. С этого времени питался самостоятельно. Ел один раз в сутки, в основном пирожки. Сначала испытывал постоянное чувство голода, но затем оно исчезло. В СПТУ можно было бесплатно есть три раза в сутки, но для этого надо было рано вставать. Чтобы к 7 часам утра успеть на завтрак, или жертвовать вечерней компанией, чтобы ужинать. Но это ему не подходило и он жертвовал едой. Отец и мать, жестко выдерживали свою линию, к столу его не звали и не кормили. Этот тип питания сохранился на всю последующую самостоятельную жизнь. Первое знакомство однажды, будучи выпившим, пошел на танцы и там, по инициативе одной из посетительниц. Познакомился с ней и затем, по ее же инициативе начал встречаться. Она же проявила инициативу в ласках, поцелуях, склонила его к поверхностному петтингу, ласкам грудей. Цуман делал это неумело, постоянно испытывая страх фиаско. Возникали эрекции, но они не завершались всеми извержениями и оргазмом. Однажды она же проявила инициативу и склонила Юрия к половой близости, зазвав к себе домой. Однако перепила брагу и водку и чувствовала себя плохо. Тогда Цуман перенес ее на кровать, раздел, она была только в халате и трусиках, приспустил брюки и пытался впервые в жизни осуществить половой акт. Но уже с самого начала вечера, отдавая отчет развитию ситуации, он испытывал страх фиаско. Страх подтвердился на практике. При первой же попытке полового контакта исчезла эрекция. Внезапно возникла злость на партнершу, за неверность и измену. В сознании всплыл давно уже известный и не задевавший его ранее факт, что у этой девушки в Туапсе есть жених, за которого она собирается замуж. Об этом она рассказывала ему сама. Нецензурно ее обругал, тут же собрался, ушел и более с ней не встречался. Между 1983 и 1986 года Цуман получил закрытую черепно-мозговую травму с кратковременной потерей сознания, болела голова. Образ жизни после окончания СПТУ приступил к работе с Толером на заводе. Через несколько дней после начала трудовой деятельности взял полагавшийся ему отпуск, после которого проработал всего неделю и загулял. Время проводил со своими дружками в играх в морской бой, карты, покер, секу, в прогулках по городу, в посещении кино, пустых разговорах. Увлекался чтением, предпочитал детективный жанр и фантастику. Компания была постоянная, как и места сбора, в теплое время года на лавочке в их микрорайоне, в холодное, в подвале, которое они сами оборудовали. Цуман отмечает, что большего не хотелось, этот образ жизни нравился и устраивал. Каких-то особых тем для разговоров не было, так, обо всем и ни о чем. Регулярно, то несколько раз в месяц, то несколько раз в неделю, употреблял спиртное. В эту пору перешел уже накрепленный вина. Доза алкоголя достигала 1,52 литра вина. Пьянел мало, рвоты при передозировке не было. Мать, по его словам, даже не догадывалась о его образе жизни и не знала, что он не ходит на работу. За прогулы в декабре 1986 года был уволен по статье 33 экзоты до мая 1987 года нигде не работал. Продолжал праздно проводить время, злоупотреблял алкоголем. В этот же период 17-летний Юрий Цуман совершил свое первое преступление. Как он считал, он не только изнасиловал, но и убил молодую женщину. Первое изнасилование в ночь с 24 на 25 декабря 1986 года Цуман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на пересечении улиц Чеховой и транспортной незнакомую девушку. Пошел за ней следом и в удобный момент совершил нападение. Затем угрожая физической расправой и убийством, пытался изнасиловать ее на снегу в естественной и извращенной формах, но половой акт у него не получился. При этом Цуман нецензурно бронился. Прямо говорил о предстоящей половой близости и одновременно ругал ее за то, что она так поздно одна ходит по улицам. Пытаясь перехитрить его, девушка предложила пойти к ней на квартиру. Это случилось в непосредственной близости от ее дома, на что он, убедившись по отсутствию обручального кольца на руке, что она не замужем. Продолжение следует...